Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главные темы выпуска. Еще немного, еще чуть-чуть. Южный мост должна открыть полностью уже к концу недели. Дойти до каждой батареи. Главам районов наказали лично следить за погодой в домах. Хождение по кругу. Вдова банкира Екатерина Пузикова, обвиняемая в отравлении мужа, вновь пытается оспорить приговор. Приятно начинать выпуск хороших новостей, тем более, если их ждут все автомобилисты Самары. Уже в конце этой недели движение на Южном мосту будет полностью открыто по обеим полосам. Напомню, по контракту срок сдачи работ – 18-й год, но подрядчик, понимая, какой важной артерией является мост, приложил все усилия, чтобы управиться пораньше. Пока движение ограничено, автомобили двигаются по одной полосе в каждом направлении. На Южном мосту за время ремонтных работ были заменены перильные ограждения, опоры освещения, уложено новое асфальтобетонное покрытие и на самом мосту, и на проезжей части, и на тротуарах. Были отремонтированы дешевизионные швы. Это, может быть, вы помните, в то время, когда здесь очень много было шума по поводу того, что мост будто бы разъезжался и было видно внизу, через мост. Так вот, это все было устранено, и на сегодняшний день при завершении работ все будет. 99% самарских домов подключены к отоплению. Лучше всего дела обстоят в Куйбышевском и Кировском районах. Там тепло есть во всех зданиях. В Самаре отапливаются все учреждения культуры и медицины. За сутки на горячую линию поступили 126 обращений. Такие цифры озвучили на еженедельном совещании департамента ЖКХ. Владимир Василенко поручил всем районным руководителям лично следить за ситуацией в домах и ежедневно навещать тех горожан, что оставляют жалобы. Также коммунальщикам нужно понимать, что снегопады всегда начинаются внезапно. И потому подготовку кровельщиков, которые будут очищать скатные крыши, нужно начинать уже сейчас. Проверить позицию, где сколько в разрезе каждого района скатных крыш, сколько заключено договоров. Или есть свои, кстати, те, кто обучен работать на высоте. И по готовности, если в случае, будем говорить, снегопада, сброса снега с кровли. Как эта работа будет организована. Тем временем городской департамент образования продолжает мониторить температурный режим в школах Самары. Сейчас практически 100% учреждений получили тепло. Но остается несколько объектов, где подрядчики не уложились в график и перекладка сетей затянулась. Советский район под особым контролем. Комиссия департамента побывала в 152-й школе, где температура в классах не превышала 12 градусов. Все дети сейчас приведены на дистанционное обучение. Администрация района сегодня уже говорит о том, что работы на перекладке сетей на улице Карбышева завершены. Мы очень рассчитываем, что если сегодня вечером пойдет тепло, завтра мы школу обогреем и послезавтра дети сядут за парты. И в продолжение горячей темы попали в один несчастливый процент. Детский сад и хрущевка на Гагарина без отопления жили целую неделю. Глава города и партия «Единая Россия» держат ситуацию под контролем. И если в случае с детсадом лед тронулся и батареи потеплели, то в пятиэтажке пока не смогли распутать клубок коммунальных проблем. Сергей Кизоркин обо всем по порядку. Наконец-то дождались тепла. Такого еще не было в 255 детском саду за полвека его работы. Впервые в этом году его не подключили к отоплению. Хотя 29 сентября тепло дали, но уже на следующий день батареи стали чуть теплыми. В детском саду комбинированного типа 137 ребятишек. Больше половины из них имеют проблемы с речью и общепсихическим развитием. Чтобы детям было тепло, воспитателям пришлось постараться. За столько лет работы в детском саду, да, какие-то задержки, мелкие такие вещи были, но чтобы вот так не было никогда. Мы вчера вечером приходили сотрудники, включали обогреватели на ночь, чтобы к приему детей температурный режим в группе был нормальным. На Гагарина 94 ситуация еще плачевнее. Хрущевки управляющая компания даже и не обещает дать тепло. В двухподъездном доме на 40 квартир нет не только отопления. Здесь уже третий месяц нет горячей воды. Мерзну, хожу в теплом халате в таком, да напяливаю на себя все, что можно. И хожу в этом теплом халате, как чучело какая. И все. Вот, рано ложусь спать, чтобы не согреться в кровати. Стою так же, чтобы поздно. Вот как мы греемся и все. Детский сад и хрущевка попали в 1% самарских зданий, которые пока не подключили к отоплению. Но это исключение с правил. В этом году отопительный сезон стартовал раньше обычного. С первыми холодами. А темпы подключения по сравнению с прошлыми сезонами выросли в несколько раз. Ситуация круглосуточна на контроле не только у городской администрации, но и у «Единой России». В пятницу в общественной приемной партии состоялся прием граждан, который провел глава города Олег Фурсов. Он подчеркнул, что первая инстанция, в которую могут обращаться жители – это управляющие компании. Именно они отвечают за подачу тепла непосредственно в дома. Он попросил самарцев не замалчивать проблемы, связанных с работой управляющих компаний, и обращаться в областную или районную жилищную инспекции. Партия не остается в стороне. Партия держит на контроле данную ситуацию. Для того, чтобы в оперативном режиме решить эту проблему, помочь нашим жителям. Ведь «Единая Россия» стоит на защите интересов граждан. Благодаря совместным усилиям городской власти и партии «Единая Россия» в пять часов вечера понедельника 255-й детский сад все-таки подключили к центральному отоплению. И ночную смену дежурных воспитателей привлекать теперь не надо. Комфортная температура в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья будет круглосуточной. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Замкнутый круг. Екатерина Пузикова, обвиняемая в убийстве мужа банкиров, пытается сегодня вновь доказать свою невиновность. Заседание проходит в Самарском областном суде. Напомню, первая инстанция в Красноярском районе приговорила Пузикову к девяти годам лишения свободы. Девушка обвиняет в том, что она якобы из ревности подсыпала яд в еду мужа. Расследование тянется уже пять лет. И это уже второй приговор по делу. В первый раз вдове банкира назначили семь лет колонии. Затем приговор был отменен. Велось дополнительное расследование, но, по мнению обвинения, новых фактов так и не появилось. Сторона защиты с такой трактовкой не согласна. Впрочем, последний приговор считает слишком жестким даже прокуратура. Самара ГИС будет следить за развитием темы. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре на Московском шоссе столкнулись «Газели Гранта». Погиб 20-летний парень. По предварительным данным полицейских, 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель», столкнулся с машиной «Лада Гранта» с номерами Республики Мордовия. От удара у грузовика оторвало будку и все ее содержимое, а эта молочная продукция разлетелась по проезжей части, а у легковушки смяло всю правую часть. В результате оба водителя были госпитализированы. 20-летний молодой человек, который управлял «Грантой», впоследствии скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудница Сызранского банка украла у кредитного учреждения почти 300 тысяч рублей. Подозреваемая работала контрагентом в банке и по совместительству у мебельной фирмы. По имеющимся данным, воспользовавшись своим служебным положением, она составляла фиктивные кредитные договоры между финансовой организацией и магазином на полную стоимость мебели. В дальнейшем банк оплачивал сумму, после чего эта же мебель продавалась в половину стоимости за наличный расчет, а вырученные деньги шли в карман подозреваемой. Ведется следствие. Самарские ученые создали и запатентовали в России и США гибкое зеркало. Оно позволит уменьшить погрешность телескопов и повысить их разрешающую способность. Гибкое зеркало — это совместная разработка ученых Самарского государственного технического университета и Ракетно-космического центра «Прогресс». Работы выполнялись в инжиниринговом центре аэрокосмического кластера Самарской области, главным направлением деятельности которого является улучшение качества изображения при дистанционном зондировании Земли и наблюдении космических объектов. Им сверху видно все. Для полиции на Самаро-арене установят специальную систему видеонаблюдения. Самарское областное управление главка ищет подрядчика. Сообщение об этом появилось на портале госзакупок. Транслировать происходящее на стадионе должны одновременно 48 камер. Их расположат таким образом, чтобы можно было получить картину событий изнутри здания и с трибун. Вся видеоинформация должна поступать в архив главного управления. На эти цели с федерального бюджета выделят почти 3,5 миллиона рублей. Световое шоу «Флэшмоб». В Тольятти прошла масштабная акция, инициированная госавтоинспекцией. Всех жителей города пригласили прийти на парковку одного из крупных торговых центров, запасшись светоотражающими наклейками или надев куртки со светоотражающими полосками. Цель акции – напомнить о необходимости быть заметным на дорогах в темное время суток каждому пешеходу. После того, как на улице стемнело, началось световое шоу, а затем прошел флэшмоб патрульных авто. Они выстрелились в буквы «ТЛТ» и включили спецсигналы. Фары осветили растяжку «Засветись» вышитую светоотражающими нитями. В акции приняли участие почти две тысячи человек. В Самарском парке «Победа» появилась новая липовая аллея. Ее сегодня высадили волонтеры и ветераны. Акция «Дерево Победы» проходит по всей стране. К ней присоединилась и Самара. Это репортаж Алины Чемерес. Деревьев за свою жизнь мужчина должен посадить не одно, а много, уверен Сергей Сергеевич Алёхин. На его счету это как минимум четвертое. В акциях, приуроченных к Дню Победы, он участвует каждый год. На фронт Сергей Сергеевич ушел в 15 лет, приписав себе годы. Воевал под Сталинградом. После Победы служил на флоте, потом в ракетных войсках. Сегодня, говорит, день знаменательный. Новая липовая аллея – подарок потомкам. Пока есть возможность, приходим сюда, дышим воздухом, сажаем деревья. Это очень приятно. Это останется для поколения наших. Это забота о предоставящем поколении. И я хотел бы, если будут волонтеры, просить их, чтобы они это дело охраняли, приумножали и ухаживали за этим деревьем, которое мы сегодня посадим. Акция «Дерево Победы» проходит по всей стране. Присоединилась к ней и Самара. Первым стал Советский район. И это символично. Липовую аллею высаживают в Парке Победы. Почетное право посадить дерево предоставляют ветеранам. Им помогают волонтеры. Всего в парке появилось около двух десятков молодых деревьев. По словам специалистов, самарский климат для липы комфортен. Зиму растения переживут без проблем. Само дерево очень красивое, экологически чистое, очень дает много кислорода. Дерево то, которое в этом парке приживется. Можете не волноваться. Погода очень хорошая, поэтому, я думаю, молодежь, которая посадила деревья самим с ветеранами, будут за ними ухаживать и будут приходить сюда через многие годы и говорить, а это дерево посадил я. И это останется для их даже детей. После того, как новую аллею высадили ветеранам и волонтерам, предложили горячий чай. Акция «Дерево Победы» пройдет во всех районах Самары. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Второе рождение. В Самаре после долгих лет забвения восстанавливают фонтаны, красное знамя и в сквере у Шанхая. 300 квадратных метров тоннелей и комнат. Какие тайны хранит бункер Жукова. В Самаре открывают новый музей. Поражение военных летчиков. Самарские хоккеисты неудачно провели домашнюю серию высшей лиги. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова